Доброй ночи! Как раз у нас приближается затмение солнечное и время разложить, что снимать, что чистить, от чего беречься. Это Тару Роя темная и египетские карты подсказка. Загадывайте свой вариант, а я открою карту. Как раз я выставлю там 29-го, получится за 3 дня до затмения как раз можно успеть. Что снимаем? Камера не зеркалит, так что загадывайте. Можете два варианта. Кто не успел, ставьте на паузу, а я открываю карты. У нас первый вариант. Тут влюбленные перевернутые. Королева Жезлов перевернутая и на египетских тройка червонная. Вот тут она перевернутая, если брать по обложке. Так не видно, по обложке видно. Но зато тут интересно, тут два верблюда. Кстати говоря, верблюды тут ключ. Верблюд предвещает исцеление от болезни, которая уже безнадежна. И тут влюбленные. В общем-то, это болезни, скажем, области Венеры. Тут можно снимать болезни тяжелые. Такие области Венеры. Это почки прежде всего. Это кожа, это волосы. Это возможность иметь детей. Это внешность. То есть лучше вот это все можно переложить. Все болезни, все избавиться. Это прежде всего от болезней. Потому что тут ключ замыкает верблюд. И на фоне пирамиды. А что такое пирамида? Пирамида повторяет камень Бен-Бен. Изначально клочок сушек, как считались египтяне, появились. Так вот, пирамида повторяет изначальный клочок сушек. Это наше изначальное. Что нам дано? И что можно убрать? Болезни можно убрать. Призрачные надежды. И тут влюбленные, перевернутые. Неверный выбор. Неверный выбор изначально. Так я уже сказала. Тут ключ, вот этот камень Бен-Бен. Форму которого поднимает пирамида. Чтобы не уйти в бесплодную пустыню. То есть у нас болезни. И неверный выбор. Как ни странно, с эмоциями тут хорошо. Тут влюбленные, пусть перевернутые. И тройка червонная. С эмоциями тут неплохо. У вас изначально стоит защита. А вот со здоровьем и с внешностью это стоит, тем более королева жезлов у вас получится. Королева жезлов довольно красивая. У нее как раз в коже неплохо. То есть можно старение перекладывать. Перекладывать любого рода эмоциональные неудачи. Если у вас не везет в личной жизни. Вы выбрали первый вариант. Тут по идее должно везти. Если вам не везет, то вот это можно снять. Любые проблемы с личной жизнью. Потому что после этого идет линия просто. Тут 13 аркан. Тут на умерших. Надо перекладывать или поко в смерти. Ну, в общем-то, изначально. В общем, хорошо на таких древних кладбищах это делать. Но это, естественно, не для всех. Это для практиков. Что могут сделать остальные? Ну, отнесите умершим цветы. Унесите подношение. Просто. Отнесите пожертвования в храм. И попросите. Вот это. Все, что мы оговаривали. Это, конечно, не ритуал. И вам так. Но все равно частично поможет. А те, кто практикует, и маги, тем более, делайте на красоту. Снимать старение. Переложить. Увидание. То есть, чтобы сохранить молодость, можно. Солнце вообще хороший сохран. Затмение солнца, естественно, все рушится. Но можно вот с этим, как бы, затмением погасить. Старение отдать его. То есть, болезни, увядание, неверный выбор. И если вы не хотите расставаться, то разлуку. В том числе и вечную разлуку. То есть, чтобы ваш близкий не умер, а остался жив. Вот это тоже можно. Ритуалы такие есть. Если я выбрала египетские карты, то практики очень хорошо к египетским богам. Но тут любые. К старинным культам очень хорошо обращаться. От боли, кстати, от страдания. В общем-то, чтобы остаться с любимым человеком. Если у вас и есть любимый человек, значит, чтобы он остался жить. Перекладывайте смерть. Если у вас никого нету, то значит, надо одиночество. От него избавляться, захоронить. Но если у вас есть, например, любимый ребенок, но нет любимого мужчины, то и то, и то годится. То есть, сохраняем любимого человека и избавляемся от одиночества. От депрессии, от эмоциональных болезней. Депрессия – это вот тоже такая болезнь тут эмоций. Депрессия, ностальгия, отчаяние, плохое настроение – это тоже от всего этого можно и избавиться. От каких-то помех в вашем деле можно избавиться, чтобы триумфом победы завершилось. То есть, разрушаем помехи. Вы не можете в затмении привлекать себе добро, но разрушать зло и негатив – вот оно самое то. И еще есть такая у влюбленных – это победа в суде. То есть, разгром поражений противника. Если у вас какие-то судебные дела, то очень хорошо разгромить противника. Потому что влюбленные – они всегда с судом связаны. Это всегда Венера в весах – это суд. Вот такое у первого варианта. Что снимать? Что может быть? И на этом мы с первым вариантом прощаемся. Переходим ко второму. У нас второй вариант – императрица и король Пентакли. И последняя четверка – бубновая. Она тоже перевернутая. Четверка не бывает перевернутой, но на этих. И тут ряды сфинкса с человеческим лицом. Человеческие – это один из самых, в общем-то, изначальных сфинкс. Но здесь они символизируют эти сфинксы – Ра. В основном. Вот эти ряды в луксоре сфинксов – это символы Ра. Одного из его, из четырех воплощений. И врата. Ну, смотрите, эти все карты связаны с домом и семьей. Четвертый вариант. Тут очень четко, что вы можете подвергнуться какому-то насилию со стороны домашних. Но не обязательно физическому. Это могут быть большие разногласия с вашими детьми, с вашей семьей. У кого-то со свекровью. У кого-то с родителями. У кого-то с мужчиной. И, в общем, женщина, если вы встречаетесь сейчас с мужчиной, и у вас что-то не то, он на вас там кричит, он вас к чему-то принуждает, или его семья, тут совет бежать сразу. Дальше будет хуже. То есть, если один из членов вашей семьи вас пытается что-то заставить, принуждает, вам это не нравится, и вы страдаете, то вам советуют это прервать. По-любому, потому что это не улучшается. Причем, говорит, что вы отрабатываете этим карму рода. Причем, знаете, самое интересное, что отрабатываете вы карму рода не своего. У любой семьи есть смешение родов. У ваших дедушки и бабушки был разный род. У вашей мамы и папы был разный род. У вас с вашим мужем разный род. Ваши дети вышли замуж, это тоже разный род. Это такое смешение. Вот вы отрабатываете карму не своего, как бы собственного. И еще у вас есть собственный род, где вы воплощались из жизни в жизни. Так вот, вы отрабатываете еще за чужого. То есть, например, ваш ребенок женился, и вы стали родственниками по роду с его женой, например. Вот так вы отрабатываете еще карму вот этого рода. Поэтому тут надо прерывать. И это будет хуже, хуже, вот как статуи. Много вы будете за того предка, за того, за того. Поэтому тут просто надо обрывать. И вот надо обрывать свои страдания, свою меланхолию, свои страдания. К чему это приведет? Даже к разрыву вот этих отношений полностью. Или ваши страдания прекратятся. Дальше будет хуже. Тут шестерка кубков. Такое нечеловеческое лицо и сила в войне. Дальше будет хуже. Прекращайте свои страдания. Прекращайте страдать. Ваши страдания вообще порождают чудовищ. Чудовищ, которые питаются вашими страданиями. Ниже к вам придут вас мучить. Да, пятерка жезлов. Опять. Тут еще и тайные комнаты изображены. Это тайные страдания внутренние. С одной стороны у вас внешний фон. Все благополучно. Тут императрица. А с другой стороны вам, в общем, надо избавляться от этих страданий. И просто прервать физически причину. Это только от вас зависит. Только вы можете уйти. И плюс снимать. А через что снимать? Да, если не снимать, то такие большие страдания и переживания. Опять-таки через силу. Это понятно, что через силу. Четверка мечей. Знаете, вам надо найти, тоже снимать через мир смерти. И через богов судьбы и правосудия. То есть к хроносу. К хроносу. Габака бы мая. Погода бог судьбы. Каледа. Это же спиридон санцеворот. Тоже бог судьбы. Хорс. Бог судьбы. Один. Бог судьбы. Дагда. Бог судьбы. Вот к богам правосудия и судьбы. Вам нужно обращаться. Через них снимать. Вот свои страдания. Вам нужно именно снимать. У вас вроде все хорошо. Императрица есть. Это неглубокий. Ну вот, чтобы не переживать. И во всяком случае, вот в это затмение вы можете снять, в общем, страдания и переживания. Да, захоронить их. Памятники мертвым фараонам. Захоронить. Просто. Мир мертвых. Если вы это не умеете, не практик, то просто рвите, вот совет, придите к такому. Поймите, разберитесь у себя, упорядочите в голове, от чего вы страдаетесь. И прервите эти отношения, эти встречи, которые вызывают ваше такое страдание. Вот такой второй вариант. И мы прощаемся, переходим к третьим. У нас третий вариант. Тут шестерка. Пентакли. И тоже шестерка мечей. Такая очаровательная мышка, мышанька просто. И Клеопатра, десятка. Пик. Тоже перевернутая. Кстати, все египетские карты перевернутые. Ну, тут дорога. Тут надо выбирать дорогу. Тут все связано с дорогой и переездом. И если вы помните, Клеопатра сделала плохую ставку. И в итоге очень плохо кончила. Почему она плохо кончила? Она выбрала весьма неверную дорогу. Кстати, тут на обложке тоже гор ведет именно Клеопатру. Показано. Это именно всегда путь-дорога. Тут все, скажем, с выбором пути. Вам нужно от неверного выбора отказываться. Не идти, не туда. Если вы практик, спросите совета у умерших правителей. У вас, знаете, все время подсказка, что вы можете очень ошибиться с выбором дороги, куда идти. И еще делайте сохран от аварии и от... В общем, в дороге, чтобы ничего не случилось. Но это дорога жизни, и на ней можно сделать очень много ошибок, что она вас не туда приведет. Вам верный выбор нужен. Вам нужно к пророкам обратиться. У меня даже карта с дриадами открылась. Вам нужно обратиться к пророкам. Пророки у нас Дриады, бог Бранкельтов, Аполлон, Тискотлепока, правитель богов Ацеков, бока Бамая, со своим календарем Сибек, Повелительница сновидений. Это все пророки. Повелительница теней. Это все пророки. Они могут вам подсказать. Вам нужно обратиться. Затмение дает прозрение к пророкам. Вот, чтобы избежать неверного пути и поставить себе сохран, защиту во время дороги. Для всех прочих просите у бога, когда пойдет еще раз шестерка пик, только уже на египетских, просите бога, чтобы он даровал вам верную дорогу. Отнесите какую-то монетку, денежки, пожертвования в храм. Чтобы вам даровали верный выбор. Тут все время о верной дороге идет речь. Куда идешь и о защите в дороге. Будьте, в общем, осторожны. В поездке не превышайте скорость. Смотрите на повороты. И даже когда вы просто идете пешком, осторожнее переходите улицу. Вот такой третий вариант. Все время идет о выборе. Только шестерки падают. И еще четвертая шестерка. Еще, знаете, вам миграция предстоит навсегда. Где бы вы ни находились, третий вариант, и как бы вы ни думали, что вы навсегда останетесь в этом месте, вы навсегда уедете. Вам миграция. И если выпало, даже пройдет несколько лет, это случится. Под затмение вам такая ситуация. Миграция обычно подразумевает смену страны, но иногда это... Когда в одной стране есть такие республики, может, если в Америке штаты, это может быть миграция. Бывает, я видела, много раз карты, что какая-то там... Башкирия отдельная республика, да, вот вы с Россией в Башкирию переехали, это у вас отдельная... как штат, как страна, это тоже будет считаться миграцией. Как бы, пусть это республика внутри одной страны, штат тоже, я думаю, это миграция в Америке, но вы переедете. Ну, в общем-то, это от неверного выбора, имейте в виду. Вам надо делать. От неверного тут выбора. И имейте в виду, просите прозрения, что... Вы уедете по-любому. Тут четко показатель миграции. Но это вы не снимете. Хотя речь шла, что снимать, это вы не снимете, это вот как раз больше к прозрению относится. Вот знаете, что вы там, где вы живете, и вы обосновались, вы там не останетесь. Ничего снимать. Ну, опять вы как-то обращаетесь. Вам не снимать, а просить прозрение, что делать нужно. Тройка пентаклей. Да, одинаково. Причем эмоцию вам плохой союзник. Вот здесь нравится, не нравится. То, что вам нравится, у вас тут рыцарь кубков, он на крысе едет. То, что вам нравится, это не так хорошо. Тут нравится, не нравится, не работает. Другой принцип. Поэтому еще раз мне шестерки, но ваш вариант пусть та же, но выпала. Да, это миграция. Это миграция. Просите переезд, и удачный. Не можете просить прозрение, почему. И обязательно просите о себе прозрение у Бога. Все просите. И держите в голове, если уж вам это выпало, вы выбрали третий вариант, у вас это обязательно проиграется. Вот такой у нас третий вариант. Мы прощаемся, переходим к четвертому. у нас четвертый вариант Солнце, король. Мечей прямой и прямая десятка бубновая. Причем тут десятка бубновая, очень хорошее цветущее дерево. Птички и девушки в красивых одеяниях пробуют то ли напиток из листьев цветов этого дерева. И наверху еще птичка парит. То есть это полное благополучие. сцена показывает. Но у вас хорошая защита. Вас не прошибить. Защита тут отличная. Солнце высшее, самая высшая защита. И король мечей тоже указывает на защиту. И десятка бубновая, опять-таки, что тревожится ни о чем. тут еще и десятка червонная выпала. Богиня истины Маат и Хадхор. То есть Сехмет благожелательный своей функции Хадхор и богиня истины Маат, которая говорит честь, справедливость. Она говорит, что вы боретесь за справедливость. Это несет вам только добро. Что вы на правильном пути. Вы единственная из всех вариантов на правильном пути. все делаете правильно. тут совет только продолжать то, что вы делали. У вас все сложилось, все правильно. И суд высший на вашей стороне, потому что тут богиня истины. Маат. Это перо, характерное на ее голове, это богиня истины. Маат, которая знаменует добро и справедливость. Ничего общего она с греческой Фемидой не имеет, которая безжалостно и ничего не смотрит. То у богини истины Маат, у нее такие законы мирового масштаба сострадающие. Она добро. Здесь она смотрит кому и что показывает. Но у вас все хорошо. Девятка и две десятки. У вас очень хорошая защита. Король мечей. тут очень мощно готов постоять. Что еще? Двойка мечей. Ну тут знаете, вам надо только рассорки снимать. Сфинкс. И загадка, кто ссорит. ночной сфинкс. Большой у пирамид в гизах. Постоянно пытается рассорить. тут рассорки можно снимать. Но в целом у вас да рассорки крадники. А вот крадники у вас сильные. И рассорки у вас идут через крадник. с одной стороны хотят подарить. Но тут девятка пентакля. То есть у нас 10 9 получается пентакля. Это прибыль. Шут. И шут могущественный. вас хорошо все защиты. Тут крадник в прямую, что завидует, ворует счастье. При всем том, что у вас так много очень много утащить не могут, но рассорку кинуть только так. Двойка мечей, двойка жезлов, мир. Ну все хорошо в любом случае закончится. Тут в общем-то просто можно можно по такой защите просить отвести любую неприятность. Но имейте, что богиня истина, во-первых, это богиня, это не бог, это большая разница. Богиня истина и хатхор вносят в этот на карте десятка червонная, вносят вот такой дисбаланс некий. Он не требует такого служения долга, быть праведным. Если солнце и король мечей просто вас защищает, не важно кто, то тут требуется в общем-то такое праведности жизни, что достичь уже не так легко. То есть каких-то честных и прямых поступков, чтобы ваше желание исполнилось, зло вас миновало, немножко как это, то есть требует очень обдуманных действий и поступков. Чтобы вы не поддались затмению и не совершили кучу шагов, пожалеть, вот, чтобы появление, у меня даже мутацикл с ума сошел на окно, полгорода перебудил. Тут требует, как это, и король мечей тоже требует концентрации, сосредоточиться на одном, на цели разобрать и сделать. То есть тут снимаем крадников завистников, подновляем защиты можем, и вы можете просить здесь даже разрешения каких-то проблем тяжелых, чтобы любая ситуация тяжелая ушла. Но и при этом требует какого-то самопожертвования, самоотречения, потому что служение истины, оно не бывает без какого-то самоотречения и самопожертвования. Вот такой странный расклад получился. Вот тут зависть и крадники на красоту единственное были. Но это не очень чтобы существенное. вот каким путем идти и солнце требует освещать все очень четко представлять себя, поэтому тут тоже нужно прозрение, чтобы не ошибиться. Король мечей он очень жесткий и прямолинейный и богиня истины. Мать с пером на голове тоже требует вот все в одну строчку, что вы очень четко должны представить, отбросить лишнее и потом действовать, чтобы как это прямой путь не самый близкий тут часто. Тут нельзя скостить через, перебежать через газон, а можно идти только прямо по дорожке. Вот такое странное. Такие странные варианты и четвертый тоже очень странный выпал. с защитой тут хорошо. Единственное, крадников надо подобрать завистников, потому что вы солнышко, вы талантливые, а некоторые по десятке бубнов еще очень красивые. Красивые девушки красоте, таланту завидуют очень, и вот это надо убирать. Ну вот на этом мы попрощаемся сегодня и закончим. да. Пока. Красиво красоте, все не тоже в в